всем привет и это второе видео у нас по ниве и к сожалению но начну как бы начинается наш блог не самого приятного не самых приятных событий ну тут такая целая череда не связанных собой событий случилось но тем не менее у них есть как так сказать общая тема но давайте начнем с первого то есть первое это у меня домой тут ничего такого принципе страшного не произошло но могло произойти вот справа какой-то внедорожник взял подрезал меня прямо поворотик не включил ничего пришлось тормозить но ладно в принципе увернулся до от этого хорошо дальше в другой день опять еду тоже домой так это ярославское шоссе подъезжаю к светофору который обычно всегда зеленый и он красный только тогда когда пешеходы на нем нажимают кнопку и вот он загорелся желтый и шевролей последний момент решил тормозить то есть я даже повторю тот момент слышно даже что я бы пришлось применить экстренные тормоза даже занесло ну потому что у него то тормоза конечно хорошие я принципе нормальную дистанцию держал но как бы ну и нормальная дистанция при нормальных условиях зачем он начал так тормозить ну на желтый вы проехал нормально чуть-чуть что то ну не знаю короче внезапно как-то это было вот ну и сегодняшнее видео сегодня у нас 6 марта вот поворачиваю и тут неожиданно для меня газель остановилась и таки я задел ее подъехал под кузов немного ну в принципе не ничего сильно серьезного нету но довольно таки неприятно все равно ну то есть он остановился потому что там голосовал человек его подвезти я лично думал что он просто чуть-чуть притормаживает чтобы это но типа там я мы там дорога такая разбитая немного вот и ну я увидел что у меня сколот этот ну пластиковый набалдашник на капоте вот и подумал типа да че не будем вызывать не будем ну и махнул рукой принципе фиг с ним ну все пожар руку руки и поехали но потом кстати этого человека даже подвез но к сожалению опять моя внимательность сыграла роль ужаснейшая моя внимательность когда позже я когда осматривал я обратил внимание что кроме скола это то но видите да сколота пластиковая штука там еще оказывается вмятина вот и но у меня просто в внимательность то есть но я просто не заметил эту яму либо освещение так было ну очень непонятно ну то есть но или ракурс такое но в общем я и не заметил эту вмятина есть заметил не знаю может быть бы то вызвали все-таки дпс вот но я руками и и выпрямил немного вот стало в принципе не так заметно я думаю тот эту маленькую мятинку еще можно до выправить и останутся только но скошенная краска и там небольшие царапины но как бы не смертельно не смертельно но жалко конечно придется как-то подкрашивать наверное пока не знаю то что пластиковую то эту штуку это можно купить за новую дабы прикрепить это как раз ерунда а вот тут как бы ну да все таки сейчас увеличу ну тут тут бабка лупилась краска вот такие новости ну что же бывает это моя первая дтп когда я был за рулем впередусь предыдущие два процесса происходили без меня когда мне машина была припаркована но это было с моей семеркой и девяткой кстати с каждый по по одному разу ну вот на ниве все таки я сам въехал причем по сути это моя вина я просто ну просто затупил жестко затупил ну как бы конечно я могу попытаться обвинить газель в том что он как-то слишком внезапно остановился но все-таки это явно ватный я видел что он останавливается надо было остановиться просто слева там машины еще ехали поэтому я не мог резко руль вывернуть вот из-за этого как бы я не вывернул но я мог подарок по тормозам дать я просто думал что он не останавливается а притормаживает и потом как бы кочку объедет и поедет дальше и тогда я нормально бы вписывался и для меня было полностью полной неожиданностью то что он полностью остановился до нуля то есть я не успел среагировать ну как есть так есть что теперь уже что было то не изменить вот ну все на этом все новости по ниве спасибо что смотрели всем пока